Всем доброе утро, всех поздравляю с первым днём лета, Полина и вас тоже в первую очередь. В первый день у нас необычный вид спорта, лыжные гонки, да, не совсем летний, но, тем не менее, Полина Ермошина, все, кто к нам присоединился, я расскажу, Полина выигрывала Красногорскую гонку, ну, это очень крутое соревнование в 2013 году, да, если не ошибаюсь, в декабре, участвовала в турдиске, отобралась на Олимпийские игры в Сочи, но, правда, туда не поехала, мы сегодня тоже, наверное, об этом поговорим, а почему и как. Полина взорвала просто, мне кажется, российское медиапространство в конце мая, рассказав свою лыжную историю, кто не смотрел, я всех приглашаю на канале у Полины, есть подробный рассказ про то, что и как происходило в то время, но, наверное, главное, да, почему вот и нас это заинтересовало, да, и вообще это вызвало такой бум, это то, что, ну, у нас как-то не принято рассказывать вот так откровенно, да, почему и как закончилась карьера, что там происходило, в основном это такие все очень дипломатичные рассказы, да, что всех люблю, всех целую, всех обожаю мне тогда. Я всех люблю и всех целую, честное слово. Вот, но тем не менее, Полин, да, было очень много интересных моментов, которые вот лично меня зацепили в том эфире, да, давайте, наверное, начнем по порядку, да, вот для тех, кто, может быть, не все в курсе там подробно вашей биографии, да, вы очень круто выступали в юношеской сборной, да, попали в юниорскую команду, там тоже все было супер, а потом уехали учиться в американский университет. Вот это такой очень, ну, супер необычный выбор, наверное, для российского спортсмена, даже не только лыжника, я, наверное, считанные примеры, и то там в каком-то плавании могу найти, да, вот такого развития карьеры. Вот расскажите, почему-то, как так получилось, как узкали универ, куда поехали? Ой, вообще все, как всегда, очень случайно, но у меня всегда как-то жизнь, она так, все эти такие этапы, какие-то глобальные перемены, они случаются, ну, так вот неожиданно, и когда я, то есть еще тренировалась здесь, и, получается, я только отобралась в юниорскую сборную, и уже там, ну, у меня были вопросы к сборной, да, какие-то мои внутренние, которые меня не устраивали, и которые мне казались очень странными, то есть я не понимала какое-то поведение тренеров, я не понимала вообще, ну, какие-то, как работают менеджеры в команде, почему это так происходит, и на тот момент у меня у знакомых родителей кто-то уехал учиться в Америку, и я что-то стала просто смотреть, листать в интернете, думаю, да, откуда я знаю, что это такое, но надо посмотреть, и нас заполняла кучу каких-то анкет, думаю, э, ладно, и через какое-то время стали приходить отзывы из универов, потому что уровень моих лыж, он был очень высокий для Америки, да, опять же, он там не был заоблачным, но он был высоким, но у меня не было знания английского, то есть английский я знала постольку, поскольку, ну, понятно, я учила его в школе, чуть-чуть занималась дополнительно, да, но при этом, как бы мы столько там ездили по России уже с восьмого класса, я, по-моему, школу посещала очень-очень мало, что, ну, этих знаний явно было недостаточно, и у многих университетов, у них есть такие, ну, как бы правила послабления для международных студентов, и под них я хорошо подходила, то есть я сдала сначала один, нужно было сдать два экзамена SAT и TOEFL, SAT я сдала, потому что он делится на два, это математика и английский, и математика там базовая, настолько базовая, что это наш, наверное, там шестой-седьмой класс, и там у меня был просто полный балл, и каким-то образом я там добрала, в общем-то, английский, просто отгадывая, значит, кроссворд, что называется. А TOEFL я не добрала два балла первый раз, а второй раз я пропустила дату экзамена, потому что я о ней забыла, и... Ты не узнаешь на что-то сступление такое? Это случайно, нет, то есть я готовилась, я готовилась, но получилось, что когда я пришла сдавать экзамен, они говорят, так, посмотрите на дату, я перепутала в голове даты, то есть вот, в общем, я проревела, наверное, сутки, вообще у меня родители думали, что там все умерло, все умерли просто до света, потому что мне было, ну, так, очень меня это задело, что ли, своя безответственность. Да, то есть именно моя безответственность вот этого всего. Но был допуск, который позволяет приехать студенту, и отучившись там месяц сдать этот, только он же называется не TOEFL, а по-другому, и сдать этот же экзамен похожий еще раз. И навстречу мне пошли как раз, по-моему, четыре где-то университета, и, соответственно, я уже выбирала из них. А до этого я общалась просто с тренерами, там, переписывалась, переводила через, ну, там, Google-переводчик или какой-то. Ну, в общем-то, как-то общими фразами вот мы так договорились. А куда в итоге вы поехали, и как там выглядели тренерки? Потому что вот то, что я читала, это прям сумасшедший график, что ты там чуть ли не в 5 утра на снегу тренируешься. Вот расскажите немножко об этом. Все очень просто. То есть, во-первых, я поехала в Нью-Мексик. Но дальше я уже ориентировалась чисто на тренера, поскольку голова в тот момент работала на то, что вообще неважно, какое там образование, престижный, непрестижный университет. Я вообще в этом ничего не понимала. То есть, я посмотрела на карту, наверное, там за неделю, да, были же такая. Да, я такая, ой, говорю, а это почему-то на юге. Думаю, а там снег-то точно есть. Но вроде тренер обещал, что будет. Но там очень большая высота. Мы жили, то есть, сам город находится на то ли 1600, то ли 1700. А гора, которая рядом, на которой снег, она там где-то 2,5-2,800. То есть, ну, и снег зимой там был, летом, конечно, нет. Но мы тренировались много на роллерах, это было неважно. Все тренировки там строятся по простому принципу. У тебя, то есть, во-первых, свой график лекций ты выбираешь сам. В начале года тебе выдают там листочек, на котором написано, нужно сделать там столько-то гуманитарных часов, столько-то таких, столько-то таких. Ты их набираешь в соответствии с тем, чтобы эти лекции совпадали с еще и графиком тренировок. Всегда есть помощники, они называются вот эти advisors, которые тебе все время помогают с этим совсем справиться, чтобы ты выбрал правильные предметы, которые тебе вообще еще интересны и помогут тебе закончить все-таки университет. А на кого училась ты в итоге, Полина? У меня был entrepreneurial studies, это что-то типа наше предпринимательство, то есть где-то так это, наверное, переводится. Вот, и дальше тренировки, ну, летом у нас все разъезжались, я последний год только осталась летом, и там, возможно, вставать только в 4 утра, потому что в 4 утра там было 30 градусов, да, это было самое прохладное время, дальше было где-то 50 и очень-очень так бодряще. Тренировки в основном, они делились, то есть у нас был вторник, четверг было по 2 тренировки в день, ну, это обычно силовая и какая-то легкая там беговая тренировка, или там на роллерах, например, но короткая. А все остальные дни мы старались набрать максимум часов, соответственно, тренировки были в 6 и в 7 утра, и ну, как-то мы выживали. Полина, вот вопрос, который мне не очень понятен, да, когда вот вы туда уезжали, вы о чем думали там? Хотели стать индийской чемпионкой в лыжах, в российскую сборную, или, не знаю, там остаться жить в Штатах и получить там крутое образование, да, вот какой был план вообще? А плана не было, так как у меня так всегда, и я поехала туда, понимая, что в России я всегда могу вернуться, да, вот, ну, как бы я здесь живу, это моя страна, у меня тут дом родителей, и если мне там что-то не понравится, если я что-то не пойму, вот я всегда могу купить билет и вернуться, меня никто в этом не ограничивает. И почему-то у всех такое, у меня даже сейчас у всех постоянно люди спрашивают, ой, а ты могла бы там переехать жить навсегда в Германию, или навсегда туда? Да, я говорю, блин, почему навсегда, люди, объясните мне, с визами уже никаких проблем нет. Но уже настолько лояльные, мне кажется, границы, ну, не считая вот этого вируса, да, что ты в любой момент можешь сесть куда-то, улететь, пожить полгода, хочешь там, если совсем хочется переехать, поживи дольше. То есть вот у меня как-то всегда был, я такой человек мира, я тут поживу, там поживу, у меня вот нет этих ограничений, что я должна там сидеть, не знаю, там в Москве, и Москва мой дом. Я люблю Москву, но я также люблю и Берлин, также люблю Нью-Йорк и так далее. И почему должны быть какие-то вот эти ограничения, я вот, ну, не понимаю. Полин, ну, так, если, да, немножко там вкратце там пройтись, да, по вашей биографии, получается так, что вы отучились в Штатах, да, и потом возвращаетесь в Россию, но я так понимаю, с целью всё-таки, ну, как бы, стать вот крутой спортсменкой, да, и пойти всё-таки вот по этой дорожке, да. Расскажите, что, почему не получилось, да, какие там непонимания или просто организм не сработал, да, вот сейчас уже переоцениваю это, почему не пошло? Ну, была неправильная подготовка, вот и всё. То есть была неправильно выстроена подготовка. На тот момент нужно было учитывать много факторов. Я 4 года прожила на высоте 1600-1700. Это очень сильно сказывается. Плюс весь этот переходный возраст, гормональный сбой и так далее. У нас нету этих специалистов. Ну, на тот момент не было. Никто не следил там, что происходит с женским организмом, да, то есть, ну, следи, тренируйся. Ну, это не мой личный тренинг, но, в принципе, да, вот такое отношение. Так вот такое, да. Да. Это не вышло, но, значит, ну, тебе просто не дано, да, там, и, конечно, попробуй с ней, да. Да, и у меня было очень много тренировок, и я вернулась к своему первому тренеру, но я думаю, что просто не хватило знаний. Банально вот его знаний, плюс моих каких-то там, наверное, ну, не то что, доверительные отношения были, но если до этого я больше слушала себя вот до отъезда в Америку, то в Америке я расслабилась, потому что там такая страна, где, ну, там все просто, там не нужно о чем-то думать. То есть, если у тебя вот есть тренер, то он хочет тебя там привести на первое место. Если вот все люди, они работают на твой результат, даже в университете. И ты учишься тому, что, то есть, ты уже не слушаешь себя, ты слушаешь, ты как бы ориентируешься по людям вокруг. Ты смотришь, там, доктор что-то занервничал такой, так, ладно, может быть, у меня что-то там. То есть, ты ориентируешься по другим людям. А нужно было вернуться к себе, и вот это, видимо, у меня и сработало. Полина, еще хотела спросить про Америку. Не знаю, смотрели ли вы фильм про Лэнса Армстронга последний, да? Не, не смотрела. Ну, вот там была такая фраза, не касательно там Дуэпинга, его биографии, да? Мне понравилось, что, когда там один из европейских начальников его команды говорил, что американские велосипедисты, они все такие люди, немножко странные, ну, типа, немножко ку-ку, потому что для Америки, где все сходят с ума, там, по баскетболу, американскому футболу, пойти заниматься велоспортом, ну, это такое вообще суперстранное решение, и нормальный человек такой выбор просто не сделает. Вот как слышали, там, примерно такая же ситуация. Ой, так же, так же. Тогда же не было еще олимпийских чемпионок, у них не было таких успехов, какие вот сейчас появились. Да, у них как раз успехи начались тогда, вот я ушла из университета, и они подсобрали эту команду, и, то есть, они сделали очень колоссальный прорыв, но у них очень много настроено именно на вот это внутреннее общение с командой, то есть, они такие вот, они командные ребята, вот все игры, почему у них хорошо игровые виды спорта, потому что они вот прям командные ребята. И на тот момент у нас была одна девочка из Миннесоты, была у нас в команде, и когда я увидела, честно, я ее обожаю, но когда я увидела, как она катается на лыжах, у нас вот, ну, как бы это человек, который купил лыжи и в детстве ходил и катался на лыжах. И участвовал, ну, это нормально у них, у них нормально, ты купил лыжи, ты пошел сразу участвовать, ну, ребенок, да, и повел ребенка сразу на соревнования. Да, на соревнования. И вот они такие задорные, там, в конце тебе, значит, мама дает печенюшку, все рады, счастливы, выходные прошли хорошо. И вот это называлось лыжник. То есть, я когда, сначала у меня, конечно, был такой диссонанс в голове, потому что, ну, мы не к этому привыкли, у нас там тренировок по 7 часов, а тут мы, значит, лыжи надели, уже лыжником себя назвали. Но потом ты к этому адаптируешься, и лыжи там был вообще не популярный вид спорта, то есть, тогда его и не знали, и, как бы, у нас были тоже проблемы там в университете, когда они выбирают финансирование на год. Мы, допустим, у нас в один год стоял вопрос между нами и футбольной командой, но футбольной, которая обычный футбол, не американский, а обычный. И да, там как-то тренеры доказывали президенту, что, слушайте, вот мы там выигрывали университетские звания, значит, ну, чемпионаты, да, то есть, это более важно для общей картинки университета. Такие моменты были, ну, то есть, там тоже все не так гладко, но справлялись. Вот вопрос про биатлон. Спасибо, наверное, чуть позже, да, потому что на тот момент это не было актуально. Полина, расскажите про Германию, да, особенно вот, когда вы рассказывали у себя на канале, мне интересно, потому что вы общались и с Изабель Кнаутой, да, и с Маркусом Краймером, который скоро работает в нашей сборной, да, Изабель тренировала, там, работала с группой Саши Легкова, да, почему не пошли к ним, например, в группу, да, и оттуда вот... А потому что они были в сборной, то есть у них это была, ну, как бы уже официальная сборная России, да, туда я, когда вернулась из Америки, естественно, не попадала, и, ну, мне поставили критерии, которые я должна была выполнить, я их не выполнила, никто меня туда не взял, и это всё правильно, да, то есть это вот такая просто хронология, но, то есть тренироваться с ними нужно было либо искать финансирование, на тот момент никакие регионы не готовы были это финансировать, поэтому я вот решила, что ладно, не получается у нас, надо идти ещё куда-то. А вот в Германии кто-то же тоже должен был, наверное, финансировать, ну, как минимум, там, не знаю, проживание, там, всякое медиа... Да, мне этот вопрос часто задают. Жить в Германии гораздо дешевле, чем в Москве. Вот в Германии на тысячу евро можно совершенно спокойно прожить с арендой и со всем остальным, да, заправляя машину, нормально питаясь и платя за аренду. Но тем более это же Аэропольдинг, да, это не город какой-то там, ну, да, это деревушка, где в лучшем случае, ну, на лето приезжают какие-то туристы, там очень красиво, но, то есть это непопулярное место, поэтому аренда там недорогая. Про тренеров я уже говорила, они сказали, слушай, нам ничего не надо, тренируйся спокойно, мы вот рады, что это присоединилось к нам в команду, и всё. То есть там какое-то другое отношение, не знаю почему. Я честно, я не представляю, что вот кто-то из Германии к нам приедет, и нам такие, да, давай, в вашей стране тренироваться. Да, и мы там, не знаю, там, бородавка, да, скажет, да, тут мне денег не надо, давайте с нами. Но там другой социальный уровень, уровень социальной жизни, да, то есть они, ну, сам уровень обеспеченности граждан, он выше, поэтому они не будут гоняться там за лишними, я не знаю, 500 евро или, ну, не знаю, честно даже, сколько это стоит, но, то есть у них, другой менталитет в этом плане, и они видят, когда команда, в принципе, от всего этого на общем фоне, то есть от моего присутствия там выигрывает, они видят, что там, ну, та же какая-то морально-психологическая вот эта вот вся устойчивость у команды, она подросла. И, конечно, это выгода для всех. Я видела фотки, где вы стоите рядом с Денизей Херман, которая сейчас... В биатлоне, да. Да, вот расскажите про нее, да, как она вообще, что... Слушайте, у нас, да, у нас было, вот в команде, получается, ну, включая меня, четыре девочки такие, которые вот тренировались, это Элизабет Шишо, она закончила, Денис Херман и Штефи Белла. Штефи тоже закончила, да, да, да. Вот, и, конечно, Денис и Штефи, они были прям вот на уровень выше, и когда я первый раз вообще их всех увидела, то есть для меня это было вот, ну, как это, как подарок на Новый год, честно. То есть ты смотришь на то, насколько профессионально они ко всему подходят, там, начиная от простого питания, распорядка дня, ну, всего, то есть там был виден профессионализм во всем. И, конечно, ты этим пропитываешься, ты просто начинаешь в какой-то момент жить точно такой же жизнью, соответственно, растет результат. Потому что сами по себе тренировки, да, классно, тренировочный план тоже классно, но это же все в деталях, да, то есть тренировочный план тебе поможет в юниорской сборной, я согласна. Когда это уже возраст обычной сборной, там важны детали. Там важны детали, это вот, как я помню, нас всегда там похихикивали на тем, что норвежцы, вот они там возят с собой еду, целые машины еды и воды. Я говорю, а что в этом такого, да, то есть если у тебя желудок привык к своему питанию, если это то, что подходит именно тебе, в чем проблема возить свою еду? Что в этом смешного объяснить? Вот я никогда не понимала. И, ну, вот таких вот именно моментов, их очень много там. Там нас заставляли переодеваться, если какой-то дождик, нас заставляли переодеваться три раза за тренировки. Прям по ходу тренировки. Прям по ходу тренировки едет машина, останавливается, все поменяли одежду, поехали дальше. То есть они прямо перед тренировкой, если видят, что погода плохая, они там за 20-30 минут идет общая рассылка. Ребята, вам нужно там три сменных комплекта, все. То есть там все это очень четко организовано, именно система, что, ну, вот ты туда попадаешь, и ты становишься как бы, да, вот в этой вот обойме, и у тебя нет другого выбора, кроме как усовершенствоваться. Вот про питание интересно. Я помню, у наших биатлонисток одно время был тренер Вольган Пифлер, как раз вот из того самого руководинга, и они не очень понимали, когда он, например, говорил, там, спрячьте кетчуп и майонезы, там, вот это нельзя, то нельзя, там, разная была реакция у девчонок. Вот что, что, как там это было устроено? Не знаю, там, это был жертв. Нам вообще ничего не запрещали. Или они там считали калории на калькуляторе, не знаю. Нет, ну, нам вообще ничего не запрещали никаких, наоборот, я туда приехала с чудесным своим весом 63 килограмма на рост 166, то есть это можно меня прям в два раза увеличить сейчас. Я об этом тоже рассказывала, что это у меня прям был большой стресс. И где-то за, наверное, до августа, то есть получается за 2-3 месяца я скинула 4 или 5 килограмм, которые вот это чисто было из-за питания. Нас заставляли там есть очень много. И качество еды, видимо, позволяет так сработать метаболизм у организма, что организм начинает потреблять ту еду, которую ты ешь. То есть не те запасы, которые он откладывает. А вот ты съел, он это израсходовал. Ты съел, он это израсходовал. Тем самым убыстряется метаболизм. Вот здесь надо есть какие-то определенные вещи, видимо, да? Слушайте, когда меня, я помню, мы приехали на сбор в Абертилях, и это был первый сбор не в Рупольдинге, да? То есть не как ты все время живешь, тренируешься, а такой боязной сбор, и тренер просто сидел со мной за столом и смотрел, как я ем. И пока я не съем все, что у меня было на тарелке, все, что туда, ну, это все. То есть меня заставляли есть там торт перед второй тренировкой, и там, ну, такой морковный, типа, кекс. Я говорю, я не могу, он не влезет. Он говорит, ну, не влезет, значит, не пойдешь тренироваться, что мы их делаем. Потому что для них вот эта подпитка организма очень важна. Но не было вообще никаких ограничений, ни у кого. А при этом вы скинули в итоге вот, да? Да, да, да. Потом они меня, наоборот, посадили, я не добирала очень много. То есть я вернулась через год, и вместо... То есть у меня такой боевой мой вес был 53-54, даже больше 54, я приехала 51. И пока... То есть, ну, с 63 на мой рост, да, вот это до 51. Это было просто... Это за год, считай. И пока я не набрала еще пару килограмм, меня не выпускали на тренировки. Была же история в прошлом сезоне с норвежкой Осберг, если я не ошибаюсь, да, которая тоже там, пытаясь догнать Терезу Юхалк, скинула излишний вес, и норвежская федерация не давала ей тренироваться. Это правильно. Да, я считаю, что это правильно, потому что, да, мы все гонимся за результатом, но это наш организм, в котором нам жить, и это может быть угроза жизни. Поэтому я считаю, что они правы. Полин, ну что, подошли мы, наверное, к самой такой горячей теме, да, Красногорка, Кавкор и все, что с этим связано. Ну, в принципе, я думаю, историю все знают, нет смысла ее повторять, да, что вы приехали из Германии, выиграли Красногорскую гонку на 30 километров, да, и тем самым отобрались как на турдески, так и на Олимпийские игры в Сочи, ну, если смотреть формальные критерии отбора. Что я не очень поняла вот из того рассказа, да, почему наши девочки, руководство, команды так негативно к этому отнеслись, ну, казалось бы, ну, отобрались и отобрались. В чем проблема вообще? Я не знаю, честно, у меня нету объяснений, как бы, почему это случается и почему одни реагируют так, другие иначе, я не знаю. Может быть, опять же, это было, я же не говорю, что там, это может быть что-то было и в моем поведении, да, может быть, там, я привыкла уже к немецкой системе, допустим, я помню, как у немцев, когда ты заходишь в столовую, допустим, на любом приеме пищи, и ты не можешь сесть, это их правило, ты не можешь сесть за новый стол, если один из столов еще не заполнен. То есть, тем самым, они, как бы, постоянно миксуют людей. А у нас каждый, допустим, должен сидеть всегда на своем месте и не пересекаться. И я долго не могла понять, думаю, почему они все так не любят, когда ты к ним садишься за стол. Я думаю, в чем вообще проблема? Я, честно, я же не делала это как-то специально. То есть, я, ну, как, думаю, блин. А потом оказалось, что просто вот у каждого должно быть свое место, знаете, такой подписанной, видимо, с табличкой. Я не знаю тоже, как это работает. И почему такой негатив? Я не знаю. Честно, я старалась от этого всего отстраниться, насколько это было возможно. Но это очень тяжело, когда это давит со всех сторон. То есть, когда это вот и оттуда, и оттуда, и оттуда, ты думаешь, блин, а зачем ты вообще это делаешь? Вот ты любишь лыжи, да? Вот ты там хорошо потренировалась с немцами, туда съездила. А вот находиться во всем этом негативе, ну, это прям, это неинтересно. Просто вот для меня это было абсолютно неинтересно и не сработало. Полина, расскажите вот немножко про негатив. Я думаю, не все там смотрели тот эфир, да, и понимают, вот о чем конкретно идет речь, да, когда вы говорите негатив. Вот расскажите про тот турдески и вот про отношения, да, что там было. Лыжи, я помню, да, историю. Ну, лыжи мне не намазали, например, да. Ну, вот как, вот как ты приходишь на стадионе, это было в Вальдефиеме, да, если вот мы говорим про конкретно этот случай. Стадион в Вальдефиеме стоит много вагончиков этих траков, которые, ну, большие вот эти машины, которые сервисные. Рядом есть ангар, в котором располагаются всегда все сервис... как-то, не сервисмены, представители различных брендов, то есть Атомика, Фишера, то есть те, которые, они всегда находятся в этом ангаре. И вот ты вас привозят, то есть ты живешь в гостинице, вас привозят на машине, ты выходишь из машины, идешь к этому траку, чтобы взять лыжи на разминку, а все лыжи просто залиты. Вот ты заходишь, там начинается же суета, ты же не один туда заходишь, заходишь там, ну, сколько нас приехало, ну, пусть пять там девочек, я не знаю, может, больше в одно время, да? И начинается суета, одни лыжи, вторые лыжи, ты стоишь и говоришь, а где мои лыжи? Тебе там раз пять говорят, ну, иди посмотри, иди посмотри. Ты начинаешь смотреть, ну, потому что они тоже, они что-то все стоят, ну, в поддержке специальной для лыж. Ты начинаешь смотреть и понимаешь, что просто вся поверхность лыжи залита парафином. Ты спрашиваешь, ребята, а что такое? И в ответ тишина, да? Ты смотришь по кругу все, кто, видимо, ушел с девочками, тот ушел, кто-то просто отвернулся. А это вот я сейчас объясню, да? То есть не все, наверное, там, наши, по крайней мере, зрители, ваши, наверное, Полин, все в курсе, что такое залито парафином. То есть это требуется длительное время, чтобы этот парафин снять, там, правильно... Да, на них нельзя ехать. То есть на них просто нельзя ехать. То есть это просто полуфабрикат такой, да, грубо говоря? Да, да, да. А что делать в такой ситуации? Ну, вот что делать? Берешь телефон, звонишь представителю Фишера и говоришь, добрый друг Анде, такая ситуация, у меня нет лыж, найди мне лыжи. Выслушиваешь паузу, выслушиваешь недоумение, потом, ну, просто идешь в соседний ангар, мы нашли с ним несколько пар лыж, на которых на одних я разминалась, на других я бежала, на лыжах француженки. Ну, вот и все. А как-то наши смазчики, ну, вы же наверняка там пытались как-то выяснить вообще, что... Нет, я даже не пыталась выяснить, нет. Ну, а что выяснять? Ну, а что выяснять? Что я к ним приду, скажу, ребят, лыжи залиты, они скажут, да, залиты. Ну, вот как бы какое развитие событий сделать, они мне точно уже ничего не могли с лыжами. То есть, ну, как бы подготовить их точно они бы не успели. Зачем мне что-то здесь пытаться делать или там выяснять даже после финиша? Ну, кто из них мне что скажет? Ну, конечно, нет. Была ли какая-то поддержка со стороны, ну, тренеров, например, все равно же такая многодневка подразумевает, что, ну, не знаю, вас там должны поить, что-то подсказывать там, какой-то составлять план переездов и так далее. План переездов, да, план переездов. Я не помню, как это все сообщалось, но это как-то все было, ну, то есть нам об этом рассказывали, наверное. Были какие-то пару собраний из того, что я помню, но для меня это были какие-то собрания ни о чем. Вот они были направлены на то, что мы там выезжаем, мы делаем это, мы делаем это, хотя, в принципе, наверное, больше в этот момент требуется какая-то настройка на старт, какие-то там водные данные, и этого всего, ну, лично мне этого всего не хватало. А что касается отношений вот тренеров, других девчонок, как это вы говорили, они вообще общались, не знаю, здоровались? Да, не-не-не, конечно, все общаются, все здороваются, такого, чтобы там, ну, нет, там как бы все достаточно лояльно, просто когда... Им, наверное, тоже тяжело меня понять, да, то есть с моим там не совсем таким нашим советским менталитетом им тоже меня тяжело понять, поэтому я как бы даже никому ничего и не навязывала. А жили с кем-то в комнате, интересно? Я жила с Аллей Танегиной, она отобралась за мной вторым номером, то есть она с Красногорской гонки, она была вторая, финишировала за мной, тем самым тоже отобралась на тур-дески. По-моему, она тоже в итоге не поехала, если про Олимпиаду говорить. На Олимпиаду она не поехала, я не знаю, набрала ли она достаточно очков или нет, а на тур-дески она весь со мной проехала, да, ну, мы с ней. Полин, вот если говорить про Олимпиаду в Сочи, да, я уверена, тоже для многих непонятно, ваше вот такое супер-желание поехать на тур-дески, ради этого специально приехать, пробежать Красногорку, подвестись к ней, а про Олимпиаду при этом вы говорили, ну, так, типа, ну, не поеду там, как бы, ладно, да, вот почему так? Мне казалось, что для большинства спортсменов, наоборот, Олимпиада, это такая прям вот мечта жизни, где там куда бы просто выступить, это уже так круто, там, не знаю, внукам потом рассказывать, что я вот там была на Олимпийских играх, а тур-дески, наоборот, чисто коммерция. Почему у вас наоборот? Не знаю, не знаю, просто для меня вот Олимпиада в моей голове никогда не была, то есть она, это очень крутое мероприятие, это прям праздник такой, да, то есть там все страны мира, все это очень круто, но вот само участие, ну, вот оно как-то не идет, не знаю, у меня не было бы, потому что, наверное, наверное, если туда ехать, то нужно думать о каких-то там, ну, первой десятке. Что такое первая десятка на Олимпиаде? Это забудь вообще про всю свою жизнь и живи только лыжами. Морально я к этому не была готова и никогда не хотела жить вот так, чтобы кроме лыж у меня вообще ничего не было. Может быть, из-за этого. Но вот не было у меня никогда желания прям так поехать, и вот чтобы надеть форму, да вот можно поменять гражданство, не знаю, на любую Фиопию съездить туда. Вот, кстати, насчет поменять гражданство, да? Если, ну, опять же говорить, да, что вы после Олимпиады, в принципе, закончили карьеру, стали жить в другую жизнь, почему не рассматривался вариант, ну, действительно, поменять гражданство и без всякого отбора ездить там хоть на Кубок мира, хоть на Олимпиаду, хоть... Не, рассматривался, конечно, но это требовало очень много уже времени, то есть там нужно было отсидеть карантин, который по ФИСу предписан, это, по-моему, два года. Дальше менять гражданство на какое-то, тренироваться нужно все равно с командой, и тренироваться на тот момент с командой какой-то помимо немцев я уже не представляла себе, ну, как бы, таким сильно возможным, потому что я привыкла к тренерам, я привыкла к системе, которая мне очень нравилась, там, к девчонкам в команде. На немецкое нереально было, да? Реально, но это бы на это все ушло, по-моему, мы считали от 4 до 5 лет, это очень много. Тут был вопрос про биатлон, ну, действительно, в принципе, Денисия Харман же пошла по этому пути, да? Почему? Ой, я вообще не люблю конек. Я вообще конек... Я научилась им ездить, я хорошо обучаю, как-то им ездить, но я не знаю, для меня это тоже вот спорт, это класс, причем у меня папа биатлонист, я считаю, что это круто, я тоже там могу приехать у нас в Москве, проводить какие-то старты, пробежать, все, мне это интересно, но вот как вид спорта, в котором я бы хотела представлять страну, мне просто вот тоже неинтересно было. Полина, еще, наверное, вот самая обсуждаемая тема вот из вашего того рассказа была связана с допингом, да? То, что все процитировали. Ой, да, да, да. Вы сказали, что, типа, допинг в 50% случаев спортсмены даже не знают. Ну, прежде всего хочу спросить, вот по вашему экспириенсу, было ли такое, что вам предлагали и как вы на это реагировали? Нет, мне ничего не предлагали в том виде, что вот держи тебе эритропоэтин, пожалуйста, да? То есть нет, конечно, нет. Объясню, почему тяжело за этим отследить. Вы приезжаете в другую страну, вы берете любой какой-то продукт, ну, допустим, даже какой-то напиток в магазине, который там, не знаю, имеет какой-нибудь синий цвет. Прочитать и знать состав полностью, это невозможно. В любом энергетическом напитке заведомо может быть какая-то субстанция, которая запрещена вадой. То есть это настолько, вот это очень тонко, правда. То есть все эти нюансы, невозможно знать весь список вада, вот как спортсмена, да? То есть пока я бегала, я за этим за всем следила, настолько... Ну, сейчас я не знаю, есть она интересна или нет, но они хотели сделать. На тот момент ее, ну, конечно, не было. Дальше есть такие моменты, как, допустим, с кофеином. Вот он то у нас был в списке, то он не был в списке, то определенное количество было там нахождения в организме. То есть, ну, там все это менялось из года в год, да? И каждый год тебе что-то новое рассказывают про кофеин. Можно, нельзя, можно только там три чашки кофе, и все. И таких же препаратов, ну, их очень много, которые там сегодня в списке, завтра не в списке, и какой-то компонент препарата может быть в списке. И за всем за этим, ну, очень тяжело следить спортсмену. То есть, помимо того, что, конечно, я считаю, что это должен делать врач, но прежде всего это твое тело, да? Вот как я все время говорю, что это ты кладешь что-то в себя, поэтому ты вот последняя инстанция, ну, в моем понимании, да, что спортсмен – это последняя инстанция, которая все равно должен допроверять за все. И походу в суваду спортсмен в первую очередь несет ответственность за все, что его могут обнаружить. Полина, если говорить, ну, понятно, да, бывают такие случайные, так скажем, залеты, когда там 0-0-1 там в периоде концентрация, да, но тем не менее у человека возникают проблемы. Если говорить вот о таком, ну, действительно, настоящем тяжелом допинге как-то, мы по, не знаю, там, гормон розы и прочая жесть, возможно ли, на ваш взгляд, там, в российских и в целом лыжах добиться суперрезультатов без этого? Без этого, конечно. То есть, ну, я не знаю, если мы, опять же, обращаемся к списку ВАДА, то там препараты, которые просто очень жесткие. Я там, честно, даже не понимаю, вот как человек сейчас с таким количеством информации в интернете может вообще согласиться на принятие эритропоэтина. То есть, ну, ребят, ну, вы посмотрите последствия, вы почитаете, вы подумайте, что происходит с организмом в этот момент. То есть, ну, это нужно просто там, ну, вот, грубо говоря, там, смертный приговор себе подписать, и вот, пожалуйста, идти. Это очень жестко. И кто-то, ну, кто-то... А кто-то в плане большой риск, что поймают, или большой... Нет, для организма, чисто для организма. Поймают, нет, это, ну, вот есть там ВАДА, да, которые там, РусАДА, я не знаю, все, это их дело. Но это же твой организм, ты же с ним живешь, там, и урон... Из чего вообще пошел весь этот допинг-лист? Это же не то, что ты выпил и побежал сразу быстрее. Это то, что изначально препараты при высокой интенсивности не были совместимы с процессами жизнедеятельности, да, то есть, ну, примерно так. И дальше уже этот список начал разрастаться. Какие-то вот эти все... Ну, опять же, там, вот это эритропоэтин, вот это все, это... Я не знаю, мне кажется, если, да, вот так вот рассматривать теоретически, нужен какой-то результат, то я уверена, что в природе есть куча каких-то, ну, вот этих живых компонентов, которые будут помогать организму, но они будут наносить урон, и они абсолютно точно не будут находиться в списке ВАДА. Я разговаривала с одной биатлонисткой, ну, примерно вашего поколения, может быть, чуть-чуть старше, которая рассказывала, что вот когда там она приезжала на какие-то юношеские, там, даже не в серьезные профессиональные, а такие полудетские соревнования, там в раздевалках просто валялись шприцы, капельки... Ой, это я тоже все видела, да, да, это прям жутко, это ты вообще не понимаешь как, потому что ты не понимаешь, как вообще это делают тренеры. Вот для меня это загадка, потому что, ну, ты несешь ответственность за ребенка, а это тебе еще нет... Ну, то есть детям в юниорском возрасте, там, да, еще не всем есть 18, и как тренер вообще, ну, вот позволяет такое, я не знаю, честно, вот для меня это прям... То есть это повсеместно действительно происходит? Да, это было, да. А как можно соревноваться, грубо говоря, реально вот там чистому человеку выиграть там? Нет, ну, это же... Нет, ну, я же не говорю, что это там эритропоэтин. Ты видишь эти шприцы? Да хрен знает. Может быть, там кто-то, простите, ну, может быть, это кто-то там витамин С себе колет. Ну, то есть ты же не знаешь, что это такое. А потом всегда очень хороший пример. Вот вы выезжаете с утра на дорогу, да, вы же знаете, что там кто-то будет нарушать скорость. Да, кто-то будет объезжать по обочине. Ну, вы же садитесь в машину, вы же об этом не думаете. Ну, будут они объезжать, ну, будут нарушать. Здесь то же самое. То есть ты выходишь, ну, вообще тебе не до людей, которые... То есть ты думаешь про себя, ты думаешь, как тебе пробежать дистанцию, и все. А остальные это уже, ну, как бы... Ты же не можешь на это повлиять сам лично. Ты же не можешь там ходить по комнатам и проверять, или еще что-то. То есть это вещи, которые от тебя абсолютно не зависят. Как человек, который не поехал на Олимпиаду в Сочи, ну, и думаю, что к лучшему, да, я знаю, что все, что потом там происходило, там суды до сих пор идут. Да, к сожалению, да. Которые там выступали. Ну, вот чисто ваше мнение, понятно, никто там свечки не держал, что на самом деле было, да, но вот чисто ваше мнение, что там происходило? Это действительно, не знаю, там Родченков сошел с ума и придумал какой-то новый детектив или что? Не знаю, честно, не знаю, потому что столько данных и столько всего, плюс я не следила за этим прям вот очень точно, да, то есть кто что сказал, кто где сделал, что было обнаружено, что не было обнаружено. Подменить допинг-пробы можно, наверное. То есть, ну, не знаю, очень много несовпадающих факторов, которые не, вот, ну, не дают сложить общую картинку. Вот по вашим ощущениям сейчас лыжи стали чище в плане допинга, чем были вот там 10 и более лет назад? Я думаю, что да, хотя бы вот этот весь жесткач с эритропоэтином убрали гормоном роста, ну, как мне кажется. Хотя кто там, австрийц же, по-моему, был пойман как раз на... Ну, вот не понимаю я, честно, не могу понять, как можно этот препарат вообще вводить в себя, каким вообще, любым способом. А вот когда вы были в Германии, например, обсуждалась ли как-то тема допинга с тренером? Может быть, они что-то спрашивали, не знаю, что-то запрещали и так далее? Нет, ну, во-первых, у нас же постоянно берут анализы там. То есть, даже за лето, кстати, вот туда БАДы приезжают вообще с завидной регулярностью, потому что ставится же промежуток времени, когда ты присутствуешь дома. И все это ставят с утра, потому что, ну, это как бы вот там с 6 до 7. Да, с 6 до 7 обычно. И очень часто летом случалось, когда там кто-то пишет, что, типа, ребят, у меня ВАДы, приеду позже там. Или, ну, потому что непонятно, сколько это по времени может занять. Туда они приезжают часто с тренером. Ну, как я уже говорила, что когда только я туда приехала, они сказали, слушай, ты извини, но мы все равно тебя проверим на все. и просто взяли все анализы в своей, ну, как в клинике, где обследовались спортсмены. То есть, не ВАДы, ничего, а просто вот они там взяли кровь, мочу, все, да. Говорит, нам, ну, потому что мы допускаем тебя в команду, мы хотим убедиться. Я говорю, конечно, то есть, ну, это абсолютно понятно для меня. Все остальное нет, какие-то рекомендации, все только через врача, врач, даже витамины, то есть, только врач тебе говорит, какие витамины принимать, и все. Если говорить вот о современных, да, опять же, лыжах, все равно интересно, да, как люди, вот тем более вы специалист по спортивному питанию, да, есть ли что-то такое, что может, ну, грубо говоря, заменить допинг, да, и там, не знаю, ты там съел таблетку витаминов и побежал, ну, условно, да, там, понимать. Но если мы называем допингом то, что указано в ВАДовском списке, то я стопроцентно уверена, что, допустим, те же китайцы найдут такой грибочек и какую-нибудь веточку. Не, серьезно, потому что в природе столько всего находится, что, во-первых, никто никогда не найдет, во-вторых, это будет иметь какой-то там, я не знаю, ну, я думаю, что колоссальный эффект на организм, потому что чем природнее, на самом деле, компонент, тем проще он усваивается и лучше результат. Да, то есть это можно, но это все равно борьба медицина. И то, что используется сейчас, не факт, что завтра это не окажется в списке. То есть это, ну, это вот постоянное такое. Какая-то подпитка нужна организму просто, ну, это стопроцентно, потому что ты не выдержишь ни физически, ни морально. Нет, ты выдержишь, ну, как я говорю, да, то есть это там год продержаться где-то наверху ты можешь. И то это, наверное, опять же, там, если это не твой первый год, а ты уже там привык к тому, что происходит на этапах Кубка Мира, вот к этому всему, и там вот третий год ты можешь вот продержаться наверху. Дальше, ну, это тяжело, то есть это даже морально очень тяжело. Это же каждый раз это определенный стресс для организма, да, ты к нему тоже привыкаешь, но все равно там адаптация до конца не произойдет. Если, например, говорить об истории Терезы Юхаук, да, ну, верите ли вы в то, что она действительно там пользовалась бальзамом для бупыта, на котором при этом большими красными дубуками было написано допинг? Я не знаю, да вот как я говорила, допустим, с тем же напитком, да, это вещи, которые ты избегаешь, ну, опять же, наверное, там, помада, которой ты пользуешься всегда, она у тебя всегда одна и та же. Что там, где нашли, я не знаю, я вот в этого вообще стараюсь не смотреть, потому что, ну, вот они ее поймали, это их работа, вот эта работа в ады, всех ловить с запрещенными препаратами, опять же, по этому списку, там, я не знаю, какое количество препаратов можно найти не из этого списка, которые точно так же там будут влиять на организм, но вот почему-то эти относят, а эти не относят, то есть, не знаю, с ней, ну, если нашли, она говорит, помада, я верю, что нашли была помада. Окей. Полина, еще всегда будет интересно отношение ваше к Ильине Валерьевне Вяльбе. Ну, у нас, в принципе, люди, которые там из сборной, они исключительно говорят в таких восторженных тонах, да, вы человек сейчас более независимый, да, как вы вообще относитесь к ней, ну, как спортсменке вопросов нет к ней, как к руководителю? Ой, да, как к спортсменке, она вообще очень крутая, это даже не... Да, обсуждать нечего. Обсуждать нечего. Если говорить о том, как президент федерации, я не знаю, честно, мне кажется, что любого человека, которого вот поставишь на пост, да, всегда к нему будут вопросы, то с одной стороны, то с другой. Если брать медали, которые она приносит, то вроде бы все хорошо, но немного понимая, как они работают, я уверена, что всю эту систему можно улучшить, да, то есть если брать какое-то общее направление всей федерации, то я уверена, что они могут работать продуктивнее, они могут... У нас люди, блин, вот наши лыжники, но они же вообще умеют терпеть так, как, мне кажется, никто не умеет терпеть, честное слово. И при этом, опять же, как мне кажется, этих медалей может быть гораздо больше, если что-то где-то оптимизировать, где-то убрать более личные отношения, да, все-таки какая-то системность должна быть. И если вся федерация там работает на улучшение результата для того, чтобы вся страна была представлена на международной арене там лучше, лучше и лучше, то мне кажется, это хорошо, но я не знаю, насколько они стремятся к этому, да, то есть я не знаю, какие задачи федерации ставят перед собой, или там Елена Валерьевна непосредственно. Да, я думаю, такая основная задача. Ну, тогда, мне кажется, что, ну, как, ну, тогда, наверное, что любую работу можно, ну, нужно стараться улучшить это стопроцентно. И не важно, это Елена Валерьевна или кто-то еще, я вот здесь как-то не сильно разделяю. Это президент федерации, который должен тащить всю страну наверх. Вот и все. Каким образом она это делает? Если это все прописано в уставе федерации, то, ну, пожалуйста. Что бы вот первое вы бы улучшили? Ну, не знаю, завтра там у вас есть возможность сделать там одну какую-то реформу в российских лыжах? Что бы, что бы? Ой, я бы, нет, я бы, конечно, смотрела на все отборы. У нас очень, по моему мнению, нелогично выстроены отборы на, ну, вот на этапы Кубка мира, там, на Олимпиады и так далее. Не все, но есть очень много спорных моментов, которые, на самом деле, мешают спортсменам, даже тем, вот, которые отбираются, показать хороший результат непосредственно на самом мероприятии, что и является ключевым. То есть ты вот, ну, там, так же, как у меня получилось, да, мне просто было, неважно, что, мне нужно было готовиться к отбору. То есть дальше уже все, дальше уже никому ничего не интересует. И очень многие люди ведь так и делают, наверняка, только не один раз. Да, да, мы все готовимся к отборам, да. Это вот прям, мне кажется, самое большое такое наше упущение, мы готовимся к отборам. Мы вот, ну, отбор, это у нас все, потому что самое главное – это зацепиться в команду. Все вот, неважно что, просто нужно зацепиться в команду. И поэтому, пока ты готовишься к отбору, ты упускаешь из вида, естественно, более важное соревнование. Сейчас самый крутой наш, самый звездный лыжник – это Саша Большунов, да. Ну, вопрос, что человек выиграл общий зачет Кубка мира. Вообще, как вам он, как вам кажется, за счет чего он выиграл? Потому что вот он даже приходит к нам в редакцию недавно, он, кажется, ну, человек вообще машины, и вот при нем как раз говорят, что Саша вообще никого не видит, не знает, кроме лыж. Все только для лыж. Даже на интервью он там смотрит на часы, там, у меня через 10 минут там тренировка, или там нужно выпить, там, не знаю, стакан воды и съесть батончик, там все просто просчитано. Как вам кажется, что это за спортсмен и насколько долго, ну, будем надеяться, да, он пришел на вершину? Ну, а есть же такие замкнутые, да, достаточно люди, которые вот выстраивают свои рамки, что я тренируюсь, и меня не трогайте. И в России этого больше. То есть в Европе, допустим, или в той же Америке, ну, наверное, все сами видели, да, когда куча снимается видосов каких-то, там, мы тут потанцевали, там, попрыгали, кому-то подходит вот этот. Ну, я честно, вот, да, допустим, больше нового не могу представить себе там прыгающего. То есть ему нужна концентрация внимания именно в таком формате. Вот ему нужны часы, ему нужно, там, смотреть, когда ему выпить стакан воды. Но это, опять же, к каждому спортсмену все равно должен быть индивидуальный подход. Если вот он такой, то и к нему нужно так относиться, потому что медаль-то завоевывает он. Тренер и все остальные, они должны ему помогать. И если у него голова работает так, и настрой происходит от того, что он каждую минуту смотрит на часы, значит, он так должен делать. То есть это вот чисто какая-то индивидуальная особенность, да, наверное, можно так и назвать. Сколько он продержится, не знаю, это всегда... Ну, я думаю, что пару лет точно, а там вот как пойдет. Это же, опять же, там могут быть какие-то травмы. Но он достаточно, мне кажется, психологически устойчивый, вот как раз изо всех вот этих вот таких ограничений. Плюс, если у него там какая-то его есть глобальная цель, обычно такие люди очень неплохо ее добиваются. То есть они вот прям те, которые могут напролом. Полин, я думаю, нас смотрят и там будут, наверное, в будущем на Ютубе смотреть много ребят, которые сейчас находятся, ну, в начале пути, может быть, там, в юношеской сборной, там, в виниорской, да, не обязательно именно по лыжам. Что Вы посоветуете? Нужно? Имеет ли смысл вот там действительно пытаться поступить в какой-то западный, там, американский или европейский какой-то универ, да, и выбиться вот из этой нашей системы, которая, казалось бы, такая стройная, да, там, юношеская, сборная юниорская, поступил в какой-нибудь институт физкультуры, потом взрослый и так далее. Имеет ли смысл пытаться выйти вот из этого круга? Я очень рада, что я отучилась именно в Америке. Мне кажется, это настолько круто, это вот прям то, как смотришь фильмы, вот когда включаешь любой американский фильм, это выглядит ровно так же. Поэтому, мне кажется, да, да, то есть именно студенческая жизнь в Америке, мне кажется, это очень круто. Это прям вот, она очень живая, она очень активная, она интересная, она разносторонняя, она также открывает твой кругозор. Нужно ли туда ехать или нет, все зависит от цели. Вот честное слово. То есть если кто-то, допустим, в фигурном катании, ну, конечно, нет, да, то есть у тебя 7 часов тренировок в день, и, пожалуйста, забудь обо всем. Теннис тоже нет. Есть какие-то виды спорта, которые подразумевают, да, что ты можешь там отлучиться на пару лет, но все зависит от цели спортсменов. То есть я хочу сказать, что образование там крутое, интересное, но если цель выиграть Олимпиаду, да, то, наверное, не стоит. Полина, еще в заключение я хотела с вами поговорить про любительский спорт. Я так понимаю, это вот то направление, в котором вы сейчас там активно работаете. Честно говоря, глядя на некоторых наших любителей, кажется, вот мне кажется, что они там гораздо серьезнее, чем некоторые профессионалы относятся там к себе, они там нанимают, и там массажистов там каких-то кучей там, ну, я не знаю. Вот расскажите про подъем любительского спорта, как вот вы его видите, да, потому что кажется, что это произошло буквально вот там в последние годы, да, откуда кто-то эти люди, которые вот вдруг там совершенно сумасшедшие вкладывают все свои ресурсы именно в спорты. Но когда я вернулась из Америки в 2010 году, я бегала по набережной Москва-реки, и мне еще бибикали машины. То есть в 2010 году здесь еще было не принято бегать вообще. Я не помню, когда там это уже так сильно поменялось, но самый большой скачок, да, это вот, наверное, где-то с 2014 года начиная, да, и вот уже там до нашего 2020-й. Люди поняли, что для того, чтобы бегать, нужна пара кроссовок. То есть все то, что им пытались все время объяснить, что не нужно ездить за 3-9 земель. У меня там лично, допустим, тренировались люди такие безумно занятые, которые говорили, да у меня даже 20 минут нет. Ну вот не могу я, вот не знаю, куда. Я говорю, хорошо, вы же возвращаетесь, ну вот, домой с работы, да, пробка, вы там едете с водителем. Да, с водителем. Ну так вы переобуваетесь, переодеваетесь в офисе, водитель вас высаживает и через 30 минут забирает. Он пока едет в этой пробке, вы бежите, вот вам ваши 30 минут, которые вы приедете домой с хорошим настроением. И когда люди видят, что это меняется, ну, непосредственно вот настроение, здоровье, они меньше болеют. Кто-то бросил курить не из-за того, что там Полина им говорила, бросайте курить, а из-за того, что просто не хочется уже. И то есть, ну, идет такое общее улучшение состояния организма, что, я думаю, это то, зачем люди стремятся. Все-таки мы хотим продлить эту активную фазу нашей жизни, ну, как можно дольше. И, ну, у кого-то чуть больше средств, да, у кого-то меньше. Дальше уже вот зависит, есть ли у тебя массажист или нету массажиста. Ну, и все остальное уже обвязывается. Плюс это интересно. Люди испытывают, ну, все-таки восторг, когда там в своей возрастной группе, да, выходят такие на пьедестал, и, значит, им всем хлопает. Это же круто. Это правда. То есть, они поработали, они там побегали, попрыгали и увидели свой результат в виде того, что вот они стоят на пьедестале. Мне кажется, это тоже как-то, ну, заражает, что-ли, таким здоровым. Полина, вот что мне всегда было интересно, да, что вот этот любительский бум никак не пересекается с профессиональным спортом. То есть, у нас там, не знаю, десятки тысяч участников, которые платят еще свои деньги за то, чтобы пробежать там московский марафон или хотя бы там десяточку на московском марафоне, да. А при этом тут же проходит там какой-нибудь мемориал братьев Знаменских, где выступают и олимпийские чемпионы, и там самые крутые, наверное, наши легкоатлеты. И хорошо, если там сто несчастных человек, там, включая родственников и друзей выступающих, придут на трибуны совершенно бесплатно, чтобы посмотреть, ну, на лучших спортсменов мира, одних из лучших, да. Почему так, на ваш взгляд, происходит? Ну, потому что нас даже Усейн Болт не собрал полный стадион. Вот потому что так. Потому что людям это неинтересно. И когда, я помню, была перекрыта набережная, когда у нас в Сонус проходил чемпионат мира, по-моему, по легкой атлетике, была перекрыта набережная на марафон, и все ругали, что, типа того, мне надо на работу, а вы тут марафон бегаете. Но это такое отношение, и люди еще просто не пришли к этому. То есть помимо того, что должны собраться любители спортсмены, только уже сверху будут собираться болельщики. Потому что раньше то же самое, мне кто-то писал, ты будешь, не знаю, на нашем Громе или еще где-то, я говорю, да, пойду поболеть. Такие, а зачем ты туда идешь поболеть? Я говорю, потому что я могу. То есть у людей нет еще культуры. Я думаю, она придет, то есть чем больше это будет происходить, я не знаю, когда бежишь в берлинский марафон, я вообще не помню, чтобы за 42 километра хоть где-то мы были без людей, болельщиков. То есть они там стоят практически на протяжении так же всех 42 километров и болеют. То есть это, ну это круто, но это нужно вырастить, это культура. Она придет, она точно придет. Полина, ну что, в заключение, я честно пыталась избегать темы карантина, изоляции, которая уже всем, я думаю, сидит просто в печенках. Но как у человека бегающего, у человека тренирующего, не могу не спросить, вот буквально с сегодняшнего дня можно бегать в масках, как это, на ваш взгляд, реально, нереально или надо пытаться где-то как-то... Ой, конечно, можно бегать в масках, ничего в этом такого нет. Я бы не бегала в масках, я бы бегала в каком-то бафе или в чем-то, что можно обязательно постирать, потому что ты этим дышишь и там, ну, даже через, не знаю, 30 минут лучше его хотя бы перекручивать, потому что ты вдыхаешь собственные же бактерии, которые ты выдыхаешь. Чисто с такой эстетической точки зрения я бы бегала в бафе, наверное. Чем это мешает? Да и чем это не мешает. Это временная мера, которую просто нужно придерживаться и всё. То есть никакого там кардинального вреда своему здоровью вы не нанесёте, если... Абсолютно нет, нет. Круто. Ну что, тогда всем в спорт. Полин, спасибо большое, что... Вам спасибо большое. ...гостем, да. Всем хорошего настроения с началом лета, с началом сезона летних пробежек. Вот. Кому нужен, я думаю, какой-то совет, можно обращаться к Полине, да, Полине? Я постараюсь подсказать. Да. Полина подскажет. Что, всем пока. Это был Спортэкспресс и Полина Ермошина. Продолжение следует...